Продолжение следует... Мероприятия, которые будут проводиться в этот день, призваны не только почтить память погибших, но и в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Об этом мы беседуем сегодня с начальником управления Государственной автомобильной инспекции полковника милиции Сергеем Сиваком. Сергей Яковлевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, о чем говорит Ваша статистика? Сколько людей за год уносят дорожно-транспортные происшествия и сколько получают травм? Я могу привести некоторую статистику. С начала года у нас на территории нашей республики произошло 187 дорожно-транспортных происшествий, что на 50 меньше, чем в сравнении с прошлым годом. Также 26 человек погибли, на 2 человека меньше. Пострадали у нас порядка 280 человек, что на 67 человек меньше. По детскому травматизму также у нас получилось 22 ребенка в этом году попали в дорожно-транспортные происшествия, что на 13 детей меньше. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является превышение скоростного режима, употребление. Основное даже превышение скоростного режима – это у нас болезнь. Хотя в госавтоинспекции сейчас на сегодняшний день стоят на балансе приборы, которые учитывают скоростной режим с видеофиксацией, которые уже, если нарушитель раньше мог как-то уйти от ответственности, сказать, что это не моя скорость или еще что-то, то сейчас это все фиксируется в видео, даже по приближению к инспекторам ДПС посекундно можно определить, с какой скоростью человек едет. И видеорегистраторы на автомобилях. Также у нас сейчас чуть-чуть эта проблема спадет, потому что наступит холода. В теплое время у нас активизировались водители, которые управляют мотоциклами, мопедами, такими транспортными средствами. Мы работаем постоянно с данной категорией водителей. И они беспокоят в основном по вечерам жителей таких городов, как Бендеры и Террасполь. К нам поступают постоянно сигналы. Мы вышли на руководителей мотоклубов в данных городах и заключили какое-то такое пока мирное соглашение, джентльменское соглашение. Мы договорились, что они будут выезжать на дороги нашей республики в основном за городом. То есть мы определили, что там и под присмотром наших инспекторов, которые несут службу на этих дорогах загородных. Понятно, что мы не можем запретить им адреналин. У них документы все в порядке. Глушители стоят стандартные, мы это все проверяли. И на скорости 60 км в час они действительно издают неприятный звук, который режет уши. И с помощью даже этих байкеров, вот этих клубов байкерских, они нам помогают выявлять и нарушителей. То есть они как бы в собственной среде наводят порядок сами. Да, они наводят сами. Даже так. Хороший выход. Пока альтернативы другой нет. Пока мы вот в этом... Ну, лето, да, закончилось. Но скоро зима придет у нас со своими проблемами. Там тоже, конечно... Зима будет у нас больше к дорожным службам. Вопросы. Но мы готовы в каком-то другом режиме нести работу. Ну, в любом случае, береженого Бог бережет, потому что, конечно, нужно поберечься, не выезжать в сложные метеоусловия, когда снег лепит, когда гололедится. Конечно, стоит, наверное, подумать, прежде чем куда-то выезжать на автомобиль. Есть общественный транспорт. И в законе, который сейчас по безопасности дорожного движения, который в течение шести лет еще не был принят, сейчас вроде бы уже идет все к тому, что он будет принят, но конкретно прописано, что при температурных режимах меньше 7 градусов тепла уже необходимо одевать зимнюю резину. Мы будем говорить, что будет админответственность за управление транспортными средствами без зимней резины. Будет определенный временной период, после чего уже можно будет, по истечению его, можно одеть уже будет летнюю резину. Это мы говорим март, апрель, судя по нашему региону. То есть такая регламентация жесткая, когда уже необходимо будет законодательно выполнять эти требования, не просто хочу, не хочу. Ну тут еще, конечно, в финансах, может быть, у многих это что-то есть. Но в любом случае жизнь дороже, это точно. Вы сказали, что, судя по тем данным, которые вы привели, произошло некое снижение. По вашему мнению, с чем это связано? Я скажу, что помимо того, что у нас на вооружении стали спецсредства более высокого уровня водителей, которые раньше могли проскочить на какой-то красный или запрещающий сигнал светофора, либо нарушить где-то. Сейчас используется также система «Безопасный город». Мы приглашаем людей, показываем их нарушения. То есть они действительно, водительский состав уже понимает, что безнаказанно, нарушив правила дорожного движения, уже уйти не получится в них. Хочу сказать, что даже отношение водителей к сотрудникам госавтоинспекции поменялось, я не говорю, что полностью, но в лучшую сторону. Наладился какой-то контакт. Ко мне, как к начальнику управления, очень часто приходят люди и говорят, что вот вы там где-то недоработали, какого-то знака не хватает, где-то какой-то разметки не хватает. Ко мне приходят велосипедисты и говорят, когда у нас уже будут дорожки велосипедные, где мы можем ездить. Потому что в связи с удорожанием топлива многие пересаживаются, опять же, на мопеды, на велосипеды. Да и образ жизни это здоровый, конечно, тем более наше расстояние, куда машины, сел на велосипед, доехал. Мы всех принимаем, выслушиваем, если у нас есть какое-то другое мнение, либо, ну как-то, то есть уже наладился… Есть обрядная связь и есть какой-то контакт между… Да, наладился контакт и отношение уже совсем другое между водителем и, например, пассажирами, пешеходами, участниками дорожного движения уже совсем другое, абсолютно другое. Мне кажется, что это именно благодаря вот этим показателям. За последние 5 лет снижение аварийности присутствовало 5-7%, то за последние 2 года на 35% у нас снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и последствий. Мне кажется, что это именно уже гражданская позиция людей. Замечательно. Ну вот продолжая разговор об опасных временах, мы говорили о зиме и лете, есть еще такое понятие, как выходные. Я так понимаю, что, конечно, в основном это связано с превышением скорости и вождением в пьяном виде. Вот по Вашему мнению, почему люди, понимая, что это опасно, все равно садятся? Ну, опять же, по приведенным выше цифрам и то, о чем мы говорили ранее, наш человек еще до конца, это менталитет. Если человек работает, то он отработал свою рабочую неделю, в выходные он должен расслабиться. Как он расслабится? Это уже, вот, у некоторых, некоторые идут на природу, на рыбалку, на охоту. Некоторые выпивают, садятся за руль и получают свою долю. Но это надо понимать, что это может закончиться не всегда удачно. И для своей жизни, и для жизни еще людей, которые ты можешь зацепить по дороге. Ну, будем надеяться, что все-таки со временем, может быть, вот Вы говорите, в ту статистику положительную войдут в том числе и случаи, которые вот на выходные, что люди наконец-то научатся это понимать. Как собираетесь проводить этот день? Какие мероприятия? Что собираетесь делать? Как показывать? Мы выпустили вот такие, ну, как памятки. На них нанесены фотографии транспортных средств. Это все в нашей республике. Это такие дорожно-транспортные происшествия происходят. То есть это не где-то с Российской Федерацией или еще где-то. Это все у нас. Дело в том, что 17 ноября, то есть последнее воскресенье ноября, проводится эта акция по всему миру. Дело в том, что у нас в результате, вот в мире погибают ежедневно до 3000 человек. Около 100 тысяч человек получают серьезные травмы. Каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят миллион 200 жизней. Из них от 20 до 50 миллионов получают телесные какие-то повреждения. Поэтому мы будем по территории нашей республики, в каждом районе проедет эвакуатор с транспортным средством, которое было повреждено дорожно-транспортное происшествие, чтобы те люди, которые не имеют большого опыта вождения, то есть молодые люди, которые только получили водительское удостоверение, что увидели, к чему может привести какая-то халатность либо нарушение правил дорожного движения. Также сотрудники госавтоинспекции выйдут на дорогу с юными инспекторами дорожного движения и будут ручать красные памятные ленты. Также в 12 часов дня будет приостановлено движение и подан звуковой сигнал, то есть минута молчания памяти этих жертв. Я считаю, что эти акции нужно проводить, об этом нужно напоминать, потому что транспортные средства по нашей статистике, каждый год транспортные средства увеличиваются. Я думаю, что и обычные граждане нашей республики видят, что на дорогах уже за один раз проехать светофор уже проблема, особенно в час пик. Пробочки уже есть. Да, уже появляются пробки. Мы также пытаемся выйти из таких ситуаций, ищем какие-то пути объезда, обхода, разгрузки этих транспортных узлов. Но, опять же говорю, все очень многое зависит от человеческого фактора, от человека, который сидит за рулем транспортного средства. Но все-таки наглядная агитация, вещь действительно сильная. Вы собираетесь, я знаю, на эвакуаторе провести одну из разбитых машин. Кстати, я в свое время, проезжая по другому государству, видела памятник, составленный из вот таких поставленных друг на друга, как бы зацементированных машин с мятку. Конечно, производит жуткое впечатление. Я думаю, что, может быть, те, кто были слегка пьяны, протрезвели, наверное, при виде отрезвляющей. Не хотите ли вот что-то сделать подобное, чтобы действительно это было как напоминанием? Не делай, не лети. Действительно, есть такие памятники и в Российской Федерации, и на Украине есть очень много, поднимают на постаменты. Ну, это не очень, будем говорить так, дешевое удовольствие. Есть ряд вопросов, но мы только за будем приветствовать это, если нам помогут и власти городов и районов, потому что это будет у них на территории. Мы за эту агитацию двумя руками. Ну, вот агитация в виде баннеров, она, конечно, тоже не дешевая, но дешевле, но, тем не менее, тоже, я думаю, что очень действенная. Как вообще ее оценивать и собираетесь ли продолжать эту акцию? Мы проводим каждый в течение года. Существуют баннеры в городах, в основном, ну, в основном это в столице. И мы их меняем, мы просматриваем и изготавливаем с помощью вашего же канала социальные рекламы, которые, ну, все-таки, я думаю, когда человек просмотрит, он задумается. Вот. И где-то, может, уберет ногу с газа, либо посмотрит в зеркало заднего вида. Ну, одно из способов борьбы, в том числе в мире, достаточно жесткое законодательство, нарушения, которые, ну, как бы наказываются достаточно серьезно. Вот. Как в этом смысле наше законодательство, оно либерально или, наоборот, оно достаточно жесткое? Не стоит ли его поменять, ну, в сторону ужесточения? В этом направлении работа ведется именно сотрудниками госавтоинспекции. В Верховный Совет были поданы предложения по, сейчас идет на рассмотрение, административный кодекс, в котором мы выступаем инициаторами ужесточения админоответственности за грубые нарушения права дорожного движения. Такие, как превышение скоростного режима, употребление каких-либо наркотиков, алкоголесодержащих напитков, вот, и управление транспортными средствами в таком виде. Также незаконная стоянка, то есть сейчас тоже у нас очень много вопросов, да, что поставят машину, проехать уже в проблему. Поэтому в этом плане работа ведется. Ужесточать, я считаю, что нужно, потому что, ну, хорошо, если сам себе где-то нанес какие-то там повреждения, либо разбился, еще что-то, но страдают зачастую ни в чем не повинные люди. Поэтому нужно уже встречать. Сергей Яковлевич, спасибо вам огромное, вам и вашим сотрудникам за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за то, что пришли и рассказали. Конечно, День памяти жертв ДТП мы отметим и надеемся, что их, может быть, хотя бы благодаря нашей беседе, хотя бы на один, будет меньше. Спасибо вам огромной удачи в вашей работе. Это была программа в Центре. Накануне Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий мы беседовали с начальником управления Государственной автомобильной инспекции, полковником милиции Сергеем Силаком. Впереди выходные. Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин